Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины источниковедения. На прошлой третьей по счету лекции мы говорили о классификации и типологии исторических источников. Сегодня у нас очередная четвертая лекция по предмету на тему понятия исторического источниковедения, исследовательская работа с источниками, а также состав и типологии источников. Итак, начнем с первого вопроса, понятия исторического источниковедения. Мы уже говорили в вагодной лекции о том, что источниковедение это отрасль исторической науки, объектом изучения которой являются исторические источники. Задачей является выявление источников, их систематизация и анализ, а также разработка методик и теории изучения источников. Что касается структуры исторического источниковедения, то, согласно одному из видных исследователей Варшавчику, существует несколько разделов. Теоретическое источниковедение, которое включает в себя общую теорию источниковедения и отдельных разделов исторической науки. И так называемую источниковедческую практику, которая включает в себя аналитико-синтетические работы и прикладное источниковедение, которое просматривается в работах историков. Современные науковеды рассматривают источниковедение как общегуманитарную дисциплину, знание которой необходимо не только историкам, но и политологам, а специалистам по социологии, всем тем, кто работает с первоисточниками. Появляются такие разделы, как источниковедение, философия и тому подобное. Источниковедение берет на вооружение данные религоведов, политологов, демографов и так далее. Таким образом происходит самый настоящий синтез дисциплин. И здесь мне хотелось бы привести цитату из одного из моих любимых исследователей, ученых, британского ученого Джона Тоша, который в своей знаменитой книге «Стремление к истине. Как владеть мастерством историка». Вот в этой книге есть замечательная третья глава, которая называется «Сырье для историка». Это как раз вот об исторических источниках. И здесь Джон Тош пишет. «Исторические источники включают любые свидетельства прошлой деятельности людей. Слово написанное и слово произнесенное. Характер ландшафтов и предметы материальной культуры. А также произведения искусства, фото и кинодокументы. История занимает уникальное место среди гуманитарных и социальных наук по разнообразию источников, каждый из которых требует специальных знаний». Итак, видите, насколько комплексным у Джона Тоша показано источниковедение. Действительно, каждый отдельный источник требует каких-то отдельных знаний. Главное, что мы должны понимать, что источниковедение исследует произведения, созданные людьми целенаправленно и осознанно, как целостный внутренне взаимосвязанный объект, как совокупность с присущей данной эпохе или культурой типологическими и видовыми свойствами, способами функционированиями и особенностями информационного поля. Изучая свойства источников, источниковедение на реальной основе разрабатывает методы получения разнообразной социальной информации, видеокритической проверки и столкнования и формирует критерии оценки произведений как явлений культуры. Поэтому источниковедение для историка, социолога, этнолога и т.д. не только вспомогательная дисциплина, но и самодостаточная область знания, наука об источниках. Таким образом, источники составляют объективную основу гуманитарных наук, как наук о человеке и его деятельности. В нашу современную эпоху важно осознать понятие исторического источника как продукта целенаправленной человеческой деятельности, явления культуры. В свою очередь, это ориентирует на системное изучение источников, на обращение ко всему объему произведений культуры, созданных в процессе человеческой деятельности и отразивших в себе социальные, психологические, коммуникационные, информационные, управленческие и другие аспекты развития общества и личности, власти и права, нравственности, а также мотивов и стереотипов человеческого поведения. Таким образом, мы с вами рассмотрели первый вопрос нашей лекции «Понятие исторического источника и научное значение источников». Целью нашей лекции является усвоение материалов по трем вопросам, согласно плану нашей лекции. Первый мы с вами рассмотрели, и на очереди второй вопрос «Исследовательская работа с источниками» и третий состав и типология источников. Итак, исследовательская работа с источниками. Безусловно, исторический источник – это не какой-либо абстрактный мираж, это остаток человеческой деятельности, который мог быть реализован либо в материальной, либо в идеальной форме. Историку это позволяет создавать объективную картину исторической действительности, или воссоздавать эту картину, что, наверное, правильнее. Исторический источник появляется не случайно. Он всегда создается целенаправленно в процессе определенной деятельности. При создании исторического источника человек, как правило, удовлетворял какую-либо свою насущную потребность. Ну, допустим, оставить после себя мемуары, допустим, да, или какой-то важный документ, или какую-нибудь исследовательскую работу, допустим, или летопись. Источниковедческое исследование – это сложная процедура, включающая в себя два основных этапа – источниковедческий анализ и источниковедческий синтез, составляющие основы метода источниковедения. Источниковедческий анализ предполагает изучение исторического источника с различных сторон, для того, чтобы приблизиться к ответу на три вопроса, составляющие общую цель исследования. На полноту, степень достоверности, содержание источника и актуальное научное значение могли повлиять самые различные факторы, связанные с его созданием и функционированием, со всем его, так сказать, жизненным циклом, до того, как он стал, собственно, историческим источником. Теперь несколько слов о различии между источниками и исследованиями. Историк пользуется не только источниками, но и исследованиями. Исследование – это субъективная концепция главного исторического события. Автор источника непосредственно описывает события, автор исследования опирается на уже существующие источники. Говоря о письменных источниках, следует обратить внимание на различия исторических источников и исторических исследований. К историческим исследованиям относится литература, посвященная изучению истории человеческого общества. Однако нельзя категорически противопоставлять исторические письменные источники историческим исследованиям. Приведем пример. В свое время история российская Васильевича Татищева появилась как исследование, основанное на целом ряде источников. Но некоторые из этих источников впоследствии были утрачены и до нас не дошли. Поэтому вышеупомянутая история российская Татищева в отдельных своих частях теперь сама выполняет функции источника. То есть работа, написанная как исследование, теперь выполняет одновременно функцию исторического источника, очень важного исторического источника. Кроме того, историческое исследование уже в момент своего появления связи с об уровне развития исторических знаний, то есть служит историческим источником. Ну и теперь о составе и типологии источников. Мы с вами уже говорили о классификации и типологии источников. Теперь вот о структуре, составе источников и видах. Под видом исторического источника, как правило, понимается исторически сложившаяся совокупность источников, характеризующаяся одинаковостью внутренней формы или структуры, вытекающей из единства происхождения, содержания, назначения источника при его создании. Видовое разнообразие письменных исторических источников следующее. Летописи, законодательные акты, делопроизводственная документация, частные акты, статистические источники, периодическая печать, документы личного происхождения, мемуары, допустим, переписка, литературные памятники, публицистика, фаллистические сочинения, а также научные труды. Более общий характер имеет деление источников на массовые и уникальные. Массовые источники отражают сущность и взаимодействие массовых объектов, ну, например, статистики. Необходимо отметить, что по мере развития общества происходило изменение соотношения типов, видов источников. Ну, допустим, появляются новые типы источников, такие как кинодокументы, фотодокументы и так далее. Исчезают старые источники, допустим, исчезли летписи, да, в свое время. Формируются новые источники, допустим, периодическая печать, чуть ли не ежедневно, так сказать, пополняет этот источник. Статистические материалы тоже постоянно пополняются ежеквартально, ежегодно, там, ежемесячно и так далее. То есть источниковедение, как специальная историческая дисциплина, постоянно развивается, расширяя не только комплекс типов и видов источников, но и методологию самого предмета. Итак, в состав исторических источников сходят. Первое. Вещественные источники во всем их многообразии. От памятников археологии до современных, допустим, машин, предметов бытового обихода и так далее. Во-вторых, изобразительные источники. Это могут быть художественно-изобразительные, такие как возведение изобразительного искусства, искусство кино, фотографии. Это могут быть также изобразительно-графические и изобразительно-натуральные источники, прежде всего фотографии или отдельные кинокадры. А следующая разновидность это словесные источники, включающие в себя разговорную речь, памятники устного творчества, фольклор, а также письменные памятники, включая эпиграфические, во всем многообразии содержания и различных разновидностей. К этому типу относятся и все фонодокументы, в той или иной мере фиксирующие речь человека. Четвертый разновидность – конвенциональные источники, во всем их многообразии. Сюда можно отнести все системы условных воззначений графическими знаками, допустим, ноты, знаки математической, химической, физической и другой символики. Следующие разновидности – поведенческие источники, допустим, визуально наблюдаемые или воспроизводимые обычаи, обряды, ритуалы, коллективные и индивидуальные действия, такие как семейно-бытовые, трудовые, праздничные и так далее. Ну и также завершить можно таким вот видом, как звуковые или аксиальные источники. В принципе, всем понятно, о чем идет речь. Таким образом, мы с вами рассмотрели все три вопроса нашей сегодняшней лекции. Напомню, это состав и типология источников, в которой только что был нами рассмотрен вопрос. Затем понятие исторического источниковедения, научное изучение источников и исследовательская работа с источниками. Теперь о рекомендуемой литературе по теме. Это учебное пособие для студентов вузов Голикова, методика работы с историческими источниками, Москва, 2014 год издания. Это учебник Данилевского источниковедения, Москва, 2000 год издания. Это работа Турижановой, нашей коллегии из Кустаная, теоретико-методологические проблемы источниковедения и историографии, 2013 год издания. Это работа Репина, Зверева, Парамонова, История исторического знания, Москва, 2004 год издания. Документальные памятники, выявление учета использования, Москва, 1988 год издания. Работа Леонтьевой, полиография, хронология, археография Геральдика, Москва, 2000 год, это видовое разнообразие источников. Работа советского исследователя Фарсобина, источниковедение, его метод, Москва, 1983 год издания. И, наконец, фундаментальная монография Янина, очерки комплексного источниковедения, Москва, 1987 год издания. И теперь несколько вопросов для закрепления. Во-первых, подумайте над вопросом, что такое теоретическое источниковедение. Во-вторых, охарактеризуйте исторический источник как своеобразный остаток человеческой деятельности. Третий вопрос. Дайте определение исследованию. Для этого нужно внимательно еще раз прослушать определенный фрагмент лекции, где говорится о разнице между источником и историческим исследованием. Ну и, безусловно, четвертый и пятый вопросы. Это вопросы, посвященные составу и типологии источников. Мы говорили о том, что в состав статистических источников входят вещественные источники. Вот подумайте, какого многообразия вещественных источников может представлять интерес для современного исследователя. Ну и такой интересный момент, как поведенческие источники. Что вы можете об этом сказать? Как вы понимаете поведенческие источники и как они соотносятся с такой наукой, допустим, как этнология или какими-нибудь еще другими гуманитарными дисциплинами. И на этом наша лекция завершена. В следующий раз мы с вами поговорим на тему летописи, как важнейший исторический источник. Это будет очень интересно. Но об этом уже через неделю. На этом на сегодня все. Благодарю вас за внимание.